Звезды 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 КОНЕЦ Взгляните, это наш город, наш Ереван. Он стоит здесь 13 столетий, но поэты называют его городом молодость, и они правы. Ведь все эти дома, которые сейчас мы видим, построены за последние десятилетия. Но в городе сохранились еще и островки прошлого. В этом старом доме живут герои нашего фильма. Познакомимся с ним. Каменотес Тигран Варунц, или, как его величают, Варпет Тигран. Много домов он построил за свою долгую жизнь. Мелик Нубарян Авет Александрович, музыкант. Он одинок и связан долголетней дружбой с Каменотесом. Это сын Каменотеса Арсен, певец эстрадного оркестра. А это Рузанна, его жена. Ты не забудь решить пуговицу мне. Хорошо. Сколько вы не одел? Вот сейчас она уберет со стола. Уберу и сяду заниматься. Дело в том, что скоро экзамены, а Рузанна студентка архитектурного факультета. А это сын молодоженов, Гарик. Мама, мам, посмотри, какую я башенку построю. Молодец. Хороший. А в это время возвращается домой семья Мамиконянов. Отец, мать, их 20-летняя дочь Офелия. Если она проходит по двору, то их сосед, телеграфист Оник, забывает все на свете. Удивительно, как она робеет при виде ее. К этому он уже привык. Ну что значит, какой-то телеграфист для девушки, которую зовут Офелия. Опять плачет этот ребенок. Гаспарому Мамиконянов всегда что-то не нравится. Кому могут понравиться эти вопли? Этот ребенок уже вытянул у меня все нервы. Зайдем сюда и мы. Посмотрим, как живут эти люди. Ого. Не вышло. Дом, в котором живут наши герои, стоит на широкой улице. И кто знает, как долго продолжалась бы жизнь старого дома, если бы в этот день не приехал сюда архитектор Манучарян. Ты что, хочешь купить этот дом? Нет. Не разрушить. Эй, подожди, подожди. Что? Что, ногой? Зачем ногой? Экскаватором. А у тебя есть... Есть, есть, да. Ну, тогда тащи, говорить нечего. Давай его сюда, тащи, тащи. О, Варпеттигран. Здравствуйте, здравствуйте. Какими судьбами? Да вот, пришел к нам в гости. А, пожалуйста. Будьте знакомы. Наш архитектор, Варужан Григорьевич. Очень приятно. Рузанна, принеси вина и закуски. К нам гость пришел. Мне о вас много рассказывала моя мама. Ведь она когда-то брала у вас уроки пения. Ах, так вы сын Мартуш Манучарян. Правильно. А-а-а. С вашей мамой мы старые друзья. А пришел ломать наш дом. Варужан, чем тебе не нравится наш дом, а? Только друзья хороши старые. А дома должны быть новые. Скоро на этом месте, по моему проекту, будет построен для вас новый дом. Неплохо. Новый дом. Хорошее дело. Не возражает. Рузанна. Ты слыхал, оник, что наше старье сломают, а на этом месте построят новый дом. Думал, ну неужели? Да что ты болтаешь? Я никогда не болтаю зря. Сам с архитектором говорил. Мама, мама, иди сюда. Ну что? Ну что ты мне надоедаешь? Мама, послушай, он говорит, что здесь новый дом скоро построят. Что? Да. Неужели я когда-нибудь избавлюсь от этой квартиры? Это уже решено? Да, все решено. Проект утвержден. Хорошо, очень хорошо. Я так скажу, жизнь у нас новая и дома должны быть новые. А это наша Рузанна. Познакомьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Стой. На. Отнеси. Обрадовал ты старика. Обрадовал всех нас. Он пришел ломать дом, осмотрел на тебя. Разве это тебя тронуло? Ты еще пока моя жена. Могу тебя успокоить. Он осматривал дом. Только ту часть, где ты стояла. И не смей возражать, это меня раздражает. Почему он смотрел на тебя? Я ведь тоже деталь дома. Ах, вот как. Значит, я женат на архитектурные детали. Очень приятно. Кто ж ты тогда? Капитель или амбразура? Кариотида. Что? Каменное существо, которое держит на плечах груз дома. Кариотида молчит, как бы ей ни было тяжело. Но ты же не молчишь. Буду молчать. Погладь. Через полчаса у меня концерт. Я должен быть бодр, весел, уверен в себе. А ты? Ну что ты смотришь на меня? Ну? Каменное существо. Мама, ты слышишь? Он уже голос пробует. Я же опоздаю на концерт. Скорее. Не опоздаешь. Мне это надоело. Ты не пропускаешь ни одного его концерта. А что за дурно? Она любит пение. Она не любит пение, език. Во-первых, во-первых, он живет в нашем доме. Тем хуже. Одиннадцать. А во-вторых, он женат. Вот именно, женат. А, между прочим, есть человек, который делает предложение вот этой гусыни. Очень не нужно его предложить. Двенадцать. Жаль только, что Мелкумов намного старше ее. Да, старше. Но это же лучше. Ну что ты молчишь? А что мне говорить? Мама, ну скорей. Ну я же опоздаю на концерт. Давай, наконец, в платье. Ой-ой-ой. Офка, Офка. Послушай, что отец говорит. Мелкумов богатый человек. С Мелкумовом ты будешь жить припеваючи. Он будет боготворить тебя. Мама, я знаю, что делаю. Ни о ком Мелкумове слышать не хочу. Ты поедешь к Мелкумову и отвезешь эту партию товаров. Я никуда не поеду. Я ненавижу этих спекулянтов. Это ты понимаешь, что мой отец, дед, прадед, были коммерсантами. А мой муж не будет коммерсанта, понятно? Мамочка, я приду плотно, не волнуйся. Хорошо, хорошо. Вот. Это ты виноват. Я виноват. Вот именно. Я виноват. Да-да. Все собрались на концерт. Эх, жаль, на концерт идем. Надо было цветы захватить с собой. Вот именно этого только и не хватало. Я еще к нему светать. Ты должен гордиться, сын Каменотеса, знаменитый артист. А я и горжусь. Мне эта гордость вот до каких пор теперь дошла. Если бы ты видел, как он дома себя ведет. Все ему не нравится. Тот плохой, отец некультурный, жена нехорошая. Бедная Рузаночка измучилась. Как же артист? Эх, это все пройдет. От славы у всех первое время голова кружится. Цветы, аплодисменты, девушки. Родного отца начал стесняться. Приказывает. Пойдешь на концерт, оденься получше. Это его не устраивает. Нет, не пойду. Ну-ну-ну-ну. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Здесь звезды так ярко, так низко горят, Что можно рукой их достать. Здесь вечер спускался с горы Арарат, Мою колыбель покачать. Жил переулок кривой, Свел перед домом плотан. Рос я с тобой, и мужал я с тобой, Город жизни моей, Ереван. И мне так сладок твой полуденный сной, И свежий ветер твоих ночей. Где б ни был я, но ты всегда со мной, Мой Ереван, звезда моих ночей. Где б ни был я, но ты всегда со мной, Мой Ереван, звезда моих ночей. Сквозь годы я детство свое не забыл, Но старых дорог не найду. У стен, где кривой переулок пылил, Широким проспектом иду. Встречу я парк молодой, Площадь, где пляшет фонтан. Горд я тобой и твоей красотой, Горд жизни моей, Ереван. И мне так сладок твой полуденный сной, И свежий ветер твоих ночей. Где б ни был я, но ты всегда со мной, Мой Ереван, звезда судьбы моей. Где б ни был я, но ты всегда со мной, Мой Ереван, звезда судьбы моей. Где б ни был я, но ты всегда со мной, Мой Ереван, звезда судьбы моей. Где б ни был я, но ты всегда со мной, Мой Ереван, звезда судьбы моей. Песня о любви композитора Бабаджаняна. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты всех милей и нежней, Ты прекрасней всех. Мне с каждым днем все нужней, Слышит звонкой твой смель. Я лаской твоей опьянен, Улыбку твою я влюблю. Ты сердцу, как напев в соломьях, Грусть и радость моя. Твою любовь я пронесу в твой скотах, Другое счастье не найду никогда. Ты сердцу, как напев в соломьях, Грусть и радость моя. Слышишь, это наш папа поет, Гарри. Наш папа. Мы ведь очень любим нашего папу. Правда, маленький? Слышишь, это наш папа поет, Гарри. Слышишь, это наш папа поет, Гарри. Зачем вы пришли? Уходите. 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 Фу. Так гора с плечи. Буду дома слушать. Дедушка, дедушка, а какая гора у тебя на плечах? Да нет, это не настоящая гора, А просто так говорится. АПЛОДИСМЕНТЫ И вам тоже спасибо. Извиняюсь, девушки, выносите пройти. Спасибо, дай. Благодарю вас. Благодарю вас. До свидания. Аплодисменты довольны? Спасибо, спасибо. До свидания, девушки. Что тут мне сказали? А, пошли. Ой, какой дождь. Спасибо, спасибо. Додик, вызови машину и поеду. Сейчас. Сейчас что-нибудь устроим. Арсен, Арсен, сынок мой, от души тебя поздравляю. Очень хорошо, прекрасно. А, только вот в одном месте... Да-да. Я хотел обратить твое внимание... Да что, вы все было безукоризненно были. Вам следовало бы знать, что Арсен Варунц замечательно поет во всех... Да слушай, Додик, уйди. Это дело не твое. Друзья, да будет вам известно, это первый учитель Арсена Варунца. Тронут, очень тронут. Машина поздно, поехали. Скажите, думаю, что я приду поздно. Ну, поехали, поехали, девушки. Скорее садитесь, садитесь скорее. Садись, садись, садись. Ну, поехали. Докрая. Докрая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я полюбил маму. А кто же она? Ты её не знаешь. Прочую я её тоже почти не знаю. У неё есть муж и ребёнок. Доже мой, и давно ты знаешь эту женщину? Всего лишь несколько дней. Я и раньше её встречал, но как-то не видел. И вдруг... Что вдруг? Увидел. И что же? Ничего. Она мне сказала всего лишь одно слово. Какое слово? Уходите. Я ничего не понимаю. Это странно. Это нехорошо. Это не любовь, вооружан. Любовь не приходит так вдруг. А ко мне пришла. Я тебя познакомлю с ней, и ты всё поймёшь. Я не хочу знакомиться с этой женщиной. Не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ничего, отец, муж с женой, свои разговоры, чего не бывает. Ты ложись спать, ложись. То есть, как ложись спать? Ты кому это говоришь? Ну-ка, сам ложись. И чтобы я ни слова не слышал больше. И смотри у меня. Ченок. Ну что, довела? Опять я виновата? Тьфу. Тьфу. Что это с тобой? Ну что, ты уставился? Упала я, ногу ушибла. Помоги мне дойти. Пожалуйста. Что, очень больно? Конечно, больно. Осторожно. Тьфу. 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 В тот вечер, когда старому учителю пришлось возвращаться с концерта под проливным дождем, он простудился и слег. Соседи заботятся о нем. В эту ночь дежурит Рузанна. Плитку я починил. Хорошо, спасибо. Ты что вздыхаешь, Оник? Да так. Вы читали Дубровского? Читала, а что? Я вот думаю, почему в книгах все чаще о несчастной любви пишут. Ведь вот Дубровский такой герой, а опять несчастная любовь. Мне кажется, что любовь должна быть счастливой. Любовь поначалу всегда бывает счастливой. А сохранить это счастье зависит от самих людей. Ну как он? Ты пойди отдохни, я посижу. Он спит? Спит. А, это ты, Тигран? Ну вот, хороша сиделка, не знает, спит у нее больной или нет. Если что-нибудь понадобится, позовите меня. Ладно, ладно. Посмотрите, Тигран, какая прекрасная у нас молодежь. Вот у меня много учеников, и все они... Что это? Что задумчив взор твой ясный, что ты хмуришь бровь? Дорогая, ты на насто... Эй! Что вы? С вами был устроен, что ли? Вы хотите? Вы хотите счастье? Вежим садом, с нежным взглядом, ты ко мне спеши. Ждет нас звездный час, вся в светах места. Бояр, Энджер! До тебя у меня не было друзей, и после тебя не будет. Ух, я ему... Успокойся, ну что ты. Утром с ним поговоришь. Ладно, лежи, лежи. Ах, какой негодяй. Успокойся. Словно в сказке с сердце лаской опьянит она. Среди ночи концерт, с ума не сошли, что ли? Тьфу! Что это за хулиганство? Черт возьми, с арсенкой. Арсен! Арсен! Арсен, прекрати сейчас же! Неудобно, люди спят, Арсен! Уходи, женщина! Не мешай! Отец, угомоните его, он ничего не желает слушать. Сейчас, лишь-лиже не волнуйся. Я с ним спокойно поговорю, спокойно. Арсен, на этом доме впервые прозвучал твой божественный голос. Стой, 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 и все. Доставь радость своим друзьям и соседям. Эй, ты щенок! Пойди сюда! Не сердись, отец, прости. Мы тут с друзьями немножко, но ты извини. Ты понимаешь, что делаешь? А? А что? Каменотесу, конечно, трудно понять, что такое искусство. Тихо! Что он сказал? Молчишь? Это твои друзья. Убирайся отсюда с своими друзьями. И чтобы твоей ноги не было здесь. Ах так, отец. Ты хочешь, чтобы я ушел? Уходи, и уйду, и уходи! И уйду! А ну, ребята, поехали отсюда! Поехали! Уезжайте! Что он натворил? И чего? Все уладится. Садись. В нем дурное. Смешано с хорошим. Еще неизвестно, чего больше. Ты ведь любишь его. Любовь эта в книгах, а в жизни ее нет. А что есть в жизни? Ты так много жила, так много знаешь. Ну, скажи. Ведь сама говорила, сохранить счастье зависит от самих людей. Ты еще будешь счастлива, дочка моя. В этом доме ничего нельзя скрыть. Если у человека радость или горе, знает весь дом. А Офелия очень хочет знать. Кожаный чемодан, замшевую куртку на молнии, светлый костюм с поясом, бритвенный прибор, носки на резинке, нейлоновую сорочку. И, наконец, синие шерстяные плавки. Я уже положила. Зачем ему столько вещей? Гастроли большие. Сочи, Краснодар, Ростов. Полтора месяца. Здесь по списку еще числится красный галстух. Где красный галстух? Офка. Не слышно. М? Тсс. Что ж, он даже не придет с сыном проститься? Обида, мадам, обида. На кого же он обиделся? На вас, мадам, на вас. Вот, говорит, если бы у меня жена была настоящей подругой жизни... Вы все получили по списку? Все. Все. Мама, мама, разошли, разошли, разошли. Он взял все свои вещи. Рубашки, костюмы, даже галстуки. Я так и знала. Я давно ждала этого. Они не пара. Ну, какая она жена? Ну, какой он муж? Кстати, ты едешь в Сочи к Милкумову, а? А почему кстати? Да потому, что твоего певца нет. И ты мне надоела. Последний раз тебя спрашиваю. Папа, папа, ты очень хочешь, чтобы я поехала к этому, ну, ну как его, к Милкумову в Сочи? Я хочу, чтобы ты вышла замуж, дура. В конце концов, мне не 20 лет. У меня склероз, гипертонил и вот... Печень. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, я поеду. Поеду. Наконец-то. Ну, вот. Захватишь небольшой багаж, возьмешь 30 парк туфель и передашь ему, он мою цену знает. Что? Никаких туфель я не возьму. Нет, не возьму, я не буду участвовать в ваших мухинатных. Слушай же. А если вы мне будете навязывать ваши эти прекрасные туфли, то я вообще не поеду. Ну, хорошо, хорошо, успокойся, только не кричи. Я все устрою для тебя, только поезжай к Милкумову, ты не пожалеешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы опять здесь? Третий день подряд вы приходите к нашему институту. Четвертый день подряд мне нужно с вами поговорить. До свидания. Мне тоже сюда. Вы сейчас мне, конечно, скажете, что у вас есть и ребенок, и муж, чтобы я оставил вас в покое, да? Да. Вы нехорошо поступаете. Не знаю, хорошо или плохо, но я уверен, что поступаю правильно. Вы считаете правильным преследовать замужнюю женщину? Я только хотел вам сказать. Я вам только хочу сказать. Уходите. Арсен. У тебя совесть есть? С вами я потом поговорю. Мне опять стыдно. На себя посмотри. Противно смотреть, как ты ходишь по улицам с посторонними. Но я еще пока жив, и ты меня не позорь. Ты бы хоть спросил, узнал бы. А с вами разговор будет короткий. Арсен. Пусти. Арсен. Арсен, тебя ждет все Черноморское побережье. Ты что, ты сидишь? Арсен. Арсен, душа моя, мы опаздываем на поезд. Не надо, не надо, не связывайся. Ну, прошу тебя. Наш разговор с вами еще не закончен. Убирайся домой. Иди сюда, Арсен, садись. Давай, садись, садись. Поехали, поехали, трогай. Ради бога. Прошу вас, извините меня. Я виноват. Я... И вот наступил последний день старого дома. Долго шуруйте, ребята? Скорей, скорей! Ну, никак не могут распрощаться с этим проклятым старым миром. А вам кажется, что вы уже распрощались? Ага. А-ч-ч-ч! Будьте здоровы. Спасибо. Да. Да. Давай, давай! Скорей, стухнем! А ну, кыш отсюда! Кыш! Ну что? Все уже вышли? Я тебя спрашиваю. Эй, хозяюшка! Все, что ли? Нет, нет, еще не все. Пожил бы ты с нами, Овет. Рузанна присмотрела бы за тобой. Не хочу быть в тягости. Говорят, мне выделили комнату. Я лучше поеду туда. Ну, как знаешь. Одному ведь скучно. Но буду навещать тебя. Сейчас мы сотрем с лица земли еще одну крепость старины. Стойте! Там же люди! Что вы делаете? Стой! Выключай мотор! Что? Воржан Григорьевич, что такое? Ты соображаешь, что ты делаешь или нет? Ну, а что вы понимаете? Каждого в отдельности упрашивать будут. Мне планы выполнять надо. А почему не выходит об этом, Александр Ильич? Он больной человек. Ему не так легко собрать. А потом ему дали комнату где-то на окрае. Что будет за ним ухаживать? Заберите его к себе, если это вас так волнует. Правильно я говорю, Воржан Григорьевич? Правильно было бы выгнать тебя с работы. Ступай. Ротище! Хороший человек. Я боюсь его отпускать. Как он там будет один? А знаете что? Давайте его отвезем ко мне. У нас большая квартира. Он не согласится. А мы скажем, что мы выдали на комнату моей квартиры. А ваша мама? Она будет только рада, ведь она когда-то брала у него уроки пения. Как смело вы решаете за других. Поверьте мне, трусость в жизни не помогает. Я его заберу к себе. Я ему об этом сейчас скажу. КОНЕЦ Как странно бывает в жизни. Ведь мы с тобой соседи. А были так ужасно далеки друг от друга. Мне всегда казалось, что ты на меня смотришь, как на глупенькую, легкомысленную девчонку. А ты думаешь, что ты уже большая? Да, большая. Я тебя сюда нарочно привела. Зачем? Вот видишь этого дядьку? Видишь? Вот за него меня хотят выдать замуж. А ну-ка, посмотрим на твоего жениха. Спасибо. Большое спасибо. О, серия, дорогая. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. А я вас ждал, ждал. Ждали? Странно. Как же? Я получил письмо от Гаспара. Бросаясь на вокзал, вас нет. Нигде вас нет. Э, кстати, вы мне должны были кое-что привезти. Нет, что вы, я вам ничего не привезла. Ну, хорошо, хорошо. О делах потом, потом. Ну, какие у нас могут быть с вами дела? Разве только сфотографироваться с моим самым близким другом, Арсен. Познакомьтесь. Это известный певец Арсен Варун. Может, слышали? Очень рад. Очень рад. Что ж, желаете сфотографироваться? Да. Вот именно. Ну что, пожалуйста, прошу. Пожалуйста. Так. А ваш отец знает, что вы целую неделю путешествуете в обществе вашего самого лучшего друга? А зачем ему это знать? Действительно, зачем? Снимаю. Готово. 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 Сколько с нас? 47,50. Пожалуйста. Спасибо. Квитанцию, Мина. До свидания. До свидания. Ну, что мы сейчас делать будем? Пойдем пообедаем. Ну, идем. Вот они. Скажите, где Арсен Варун? Занят важными делами. Слушайте, рыбаки приехали за 80 километров. Полный зал рабочих. Вы это понимаете? Рыбаки, хороший народ. Они отлично кормят нас рыбой. А может быть, они вообще обойдутся без искусства. Слушайте, вы усики, геварунцы. А что это вы так раскричались? А вы поищите его в одном из номеров гостиницы. Ну. Вот тебе и ну. Ну. Ты любишь меня? Да. Конечно. Я не хочу плохо говорить о Розале. Но она же тебя не понимает. Как можно быть женой певца и не понимать его душу? Ага. А ты? Ты не опоздаешь на концерт? Ничего, подождут. Ты очень изменился, Арсен. Я думала, ты любишь меня. Я ведь приехала сюда ради тебя. Мне казалось, ты любишь меня. Ты что, совсем дура? Ага. Аяк. Аяк. Арсен, куда ты пропал? Что ты делаешь? Ведь тебе петь сейчас. Ты должен открыть концерт. Я и открою. О, Господи, ну зачем ты пьешь? Тебе и сейчас петь. Ну, скорее, скорее идем. Не беспокойся, не подведу. О, Господи, ты подведешь меня, подведешь. Не подведу, не подведу. Не беспокойся. Ой, в беде чует мое сердце. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты всех милей и нежней, ты прекраснее всех. Мне с каждым днем все нужней. Твой серебряный смех. Я лаской твоей опьянен, в улыбку твою я влюблен. Ты сердцу, как напев соловья, грусть и радость моя. Свет в первых встреч не погас, ярче день ото дня. Тепло твоих ясных глаз Согревает меня. И с ним мне беда не страшна. С ним жизнь расцвела, как весна. И льется вдаль любви не тая. Песня счастья моя. Твою любовь! Тебе зizada if женишь пиджи. Служомいい адрес. Мне, де надо. Он пьет, пьет. Инờ. Товарищи, успокойтесь! Товарищи, внимание! Внимание! Коллектив нашего оркестра приносит свои глубочайшие извинения зрителям. Певец Арсен Варунц выступать не может. Он пьян. Мы ему прощали не однажды, но на этот раз, даю вам слово, мы его накажем. Арсен, ты здесь? Ты здесь, Арсен? Открой! Кто там? Это я, Офелия! Открой, Арсен! Ну, открой! Что тебе надо? Пришла посочувствовать? Уходи! Что ты, Арсен? Послушай, давай отсюда едем, а? Куда? Куда угодно. Я тебя никогда не брошу, чтобы с тобой не случилось. Не брошу. Ты что, замуж за меня собралась? У меня жена, понимаешь? Я женат, уходи! Что ты, Арсен? Уходи! Что ты, Арсен? Уходи! Да и вообще, какой я муж! Вон он сидит, видите? Вон! Пойдемте к нему. Теперь он один остался. Все от него отвернулись. Разве это справедливо? Разве так поступает с человеком? Теперь он запил. Это и понятно. Это вполне естественно. Будьте добры, подойдите к нам. Спасибо. Что сделали, а? Такого артиста? Выгнали с работы, как с собаку. И никто слова в защиту не сказал. Друзья называются. Ну, подумаешь, выпил один раз человек. Созвали собрание, выступило несколько склостей. Не смей! Что с тобой все? Что ты? Не смей так говорить о моих товарищах! Ты! Уходи! Ухожу. Уходи! КОНЕЦ Что, я опоздал? Поезд пришел Как же это я? КОНЕЦ Оник, как ты догадался? А я уже неделю встречаюсь с очинским. На. Ну что же мы стоим-то промокнуть? Пошли, побежали. Ты извини, у меня только велосипед. Ты знаешь, Оник, я... я порвалась с тем человеком, за которого меня хотели бы дать замуж. И очень хорошо. Я рад за тебя. Оник, я должна тебе очень многое рассказать. Строительные краны видны в городе повсюду. Нет ни одной улицы, где бы не шумели камнережущие станки, бетономешалки. Строительство идёт и на знакомой нам улице. И люди, которые столько лет были соседями, теперь встретились снова. Жильцы старого дома решили в выходной день поработать на строительстве нового дома. На субботник пришёл Иваржан. Лукуч! Здравствуйте. Простите, можно вас найти? Почему отступаете от проекта? Я отступаю. Где? Покажите. Для меня проект дороже мамы. Слепое повиновение. А где междуэтажные карнизы? Карнизы? Для чего нам это ненужное украшательство? В Иваржангре. Слушайте, бросьте увалять дурака. Я попрошу. А я попрошу, чтобы всё до последнего орнамента было выполнено. Понятно? Да орнаменты для меня святыня. Два верхних рядокладки придётся снять и поставить строго по проекту. Слушаюсь. И этого человека я считал лучшим архитектором Еревана. О, рано вы начали завтракать. А я взял на себя учёт. Надо же это кому-нибудь делать. Сижу вот и учитываю. Мне в одном месте сказали, что я получу седьмую квартиру. Вы не знаете, где это примерно седьмая квартира? Седьмая? Ага. Здесь. Здесь? Что вы? Значит, мы сидим в своей квартире? Ага. Что, больно? Нет, ничего. Осторожно. Рамы хорошие? Да, замечательные. На моей стройке все высший сорт. Спрасывайте здесь. Это для седьмой квартиры. Пейте, пейте. Пейте. Простите. Я хотела вас спросить. Как чувствует себя в этой Александрович? Не важно. Не важно? Он как раз спрашивал о вас. А вы бы зашли, навестили его? Хорошо. Передайте ему, пожалуйста, что я завтра после занятия обязательно зайду. Передам. Простите. Передам. Субтитры подогнали Симон. 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 Ну, отец, дальше я с тобой не пойду Прощай, поцелуй, Галя Как ты, разве не пойдешь? Давно я малыша не видел Как он там? Большой стал? А может быть, ты все-таки пойдешь домой? Рузанна рада будет Нет, не будет она рада Пойдем, сынок, поговоришь с Рузанной Скажешь, что виноват, помиришься Нет, не пойду Прощай Арсен Подойди сюда Что, отец? Подойди сюда Не надо, что ты? Помолчи Бери, раз отец дает Я уже дома Спасибо Тяжело будет? Приходи, слушаешь Хорошо, отец Это, как сладость Твой полуденный сной И свежий ветер Твоих ночей Где б ни был я Но ты всегда со мной О, Ереван Звезда моих ночей Где б ни был я Но ты всегда со мной О, Ереван Звезда моих ночей Неплохо работает Мы с ним теперь в расчете Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо А вот, Александрович очень просил вас зайти и поведаться А я это, Александрович? Да Ладно А где он живет? Да неподалеку отсюда А где именно? У меня Не пойду я Он очень просил Хорошо, пойдем Нам, кажется, следовало бы Обо всем поговорить с вами Нет, о чем мне говорить с вами? О Рузане Рузана давно свой выбор сделала И выбрала меня, Арсена Варунца Вы что думаете, я хуже вас? Я артист Захочу пять лет, посублю и стану архитектором А вы хоть сто лет учитесь Не будете артистом Для чего вы о том говорите? Я не хочу с вами разговаривать Хорошо Будем идти молча Пойдемте Проходите Нет, не пойду я Почему? Не могу Почему? Скажите ему Что я всегда помню его Что я ему благодарен Это голос Арсена Пусть он не огорчается Это он Он здесь и не хочет прийти ко мне Тогда я пойду к нему Лежите, лежите Я сейчас приведу его Лежите Сейчас же приведи Здравствуйте Идите, дети, к нему Не то он сам встанет с постели А в этом, Александр Ильич Вы лежите Вам нельзя вставать Арсен Арсен Я слышу Твой голос Я сейчас позову его Выходите Вот он Арсен Дорогой Я очень рад тебя видеть, сынок Ты должен вернуться К настоящему искусству А ну подойди-ка туда К роялю Подойди, подойди Я написал для тебя песню И очень хочу, чтобы она тебе понравилась Возьми ноты Курой И вот наконец Наступил день вселения в новый дом Кому непонятны радости и волнения людей Поднимающихся по лестницам нового дома И, конечно, очень волнительно Когда впервые открываешь дверь В свою новую квартиру Офелия Опять соседи Очень мне нужны такие соседи Иди-иди Ну, чего ты связываешься? Опять все свернутся Сейчас увидишь Комнаты большие и светлые Только смотрите, дети Порпет не пачкать Следующий наш Если в доме появился почтальон Значит, дом уже живет Кому же ты первая телеграмма Конечно, Мамиконяна С новосельем вас Здравствуйте Через порог нельзя К несчастью Здравствуйте Долго ж я вас искал, товарищ Уж простите Новый объект, понимаете Еще не освоился Ничего, ничего Вот, пожалуйста Спасибо До свидания До свидания Все, все пропал Что? Вот телеграмма из Сочи Все пропал Что случилось? Меня у Кумова забрали Ой, что же делать? Это же идиот Вся партия товара конфискована Двести пар А самого посадили в тюрьму Так ему и надо Замолчи, дура А что же делать? Что делать? Что делать? Хорошо, что я держу деньги В разных городах Мы сегодня уезжаем Собирайся Ну, а как же бросить новую квартиру? К черту, новую квартиру К черту вас всех Собирай вещи, только не тряпки А самые ценные и устрищ Собирайся, Филир Я никуда не поеду Ты что, с ума сошла? А мне надоело бегать и прятаться всю жизнь Понимаешь? Я не хочу скрываться от всех Я хочу жить как вовремя Что ты, доченька? Разве я для себя? Все, что я делал Только для тебя Для меня? А что ты сделал для меня? Что? Воровал обувь из артели? А потом мы сидели, дрожали Прятались Это что, все для меня? А потом ты не разрешил Мне поступать в институт Держать экзамен Как все мои подруги держали Это что, тоже для меня, да? Говорил Найду выход Пойдешь не конкурса Ну и что? Нашел? А теперь я осталась Ни с чем А что вы с Соником сделали? Смешали? Да пойми ты, он тебе не пара А я не хочу ничего понимать Не хочу! Сейчас не время об этом говорить С минуты на минуту За мной могут прийти Понимаешь? Иди, одевайся Не трогай меня, я ухожу от вас Прощайте Ловка! Куда ты идешь? Вернись немедленно! Вернись сейчас же, дрянь ты такая! Одна комната со всеми удобствами Прием Спасибо Прием Нет, пока еще не женат Прием Афелия? Можно к тебе? Ну, конечно Как хорошо, что ты пришла Иди сюда Только у меня еще не убрано Поник Я ушла из дома Навсегда ушла Ну что? Что? Не надо Слышишь? Ну-ну-ну Ну что ты плачешь? Садись Садись Знаешь что? Теперь Ты будешь у меня хозяйкой Располагайся Сейчас, одну минуту Да? Алло Петя? Петя Я сейчас очень занят Я Я потом с тобой свяжусь Между тем Во всем доме Люди справляли новоселье Рузанна Накрывала на стол Как и прежде На четверых Не ждала? Не ждала? В общем, я к сыну пришел Покажи, где он Вон там Спит? Да Покажи, где он Вон там КОНЕЦ Он часто о тебе спрашивает. КОНЕЦ 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 Надо настроить. Собирается. КОНЕЦ КОНЕЦ ИНТРИФИН КОНЕЦ 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 ИНТРИФИН КОНЕЦ Вот тебе накрывало на стол. КОНЕЦ Продолжай. Почему на четверых? Для кого это? Ждала меня? Может быть, ты посидишь со мной? Почему ты не извинишься? Почему не скажешь, что виноват? Пришел и молчишь. Я понимаю, что я потерял. Желаю тебе счастья. Овет, долго не задерживайся, стол уже накрыт. Хорошо, хорошо, сейчас иду. Почему дверь открыта? Рузанна, ты дома? А? Арсен был здесь? Был. И ушел? И ушел. И ты не остановила его? Я не видела, как он ушел. А ты хотела, чтобы он остался? Он, вероятно, считает, что я перед ним виновата в чем-то. Неужели он еще не понял? Да, ты много перенесла. Хорошая моя Рузанна. Ты могла бы быть счастлива. Я сам открою. Здравствуйте. Добрый вечер. Я пришел к вам. С новосельем поздравить. А у нас еще не справляют новоселье. Мы ждем Арсена. Вот он придет, тогда и отметим. Он ведь хозяин в этом доме. Извините. Продолжение следует... ラ coronет. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...